Заплатить за свет, газ и коммунальные платежи в одном месте. Сегодня все больше управляющих компаний и коммунальных предприятий переходят на прямой расчет с жителями, отказываясь от услуг посредников. Так, с 1 января 2017 года предприятия объединенных котельных и тепловых сетей и одноименная управляющая компания отказались от услуг Почты России. Теперь заплатить за водоотведение и водоснабжение можно в кассе предприятия, либо через банк. Обладатели банковской карты могут оплатить коммуналку, даже не выходя из дома. Однако это, казалось бы, удобно и современная система подходит не всем. Оплата коммунальных услуг для Любови Петровны превратилась в проблему. С 1 января на Почте России перестали принимать платежи за услуги управляющей компании ПОК и ТС. Раньше было удобно. Пришёл за пенсией, оплатил за свет, газ и коммуналку. Теперь из нового посёлка приходится ехать в город. Платежи принимают в кассе управляющей компании на улице Смедовича 11, либо в банке. Соседка Анна Петровна тоже не платит за коммуналку сама. В этом году долгожительнице исполнилось 87. Разбираться в сложных расчётах и цифрах помогает сын. Недовольство пенсионеров в отделении Почты России подтвердили. Это единственное отделение в районе нового посёлка. Здесь принимают различные платежи от жителей нескольких десятков домов. Раньше они приходили к нам со всеми квитанциями, могли здесь оплачивать. А здесь же сейчас они приходят, ПОК и ТС мы не берём, они часть оплачивают у нас, потом кому-то надо ехать в банк. У нас же в основном бабушки, пенсионеры ходят, им неудобно это ехать куда-то, тем более сейчас такие дороги. Неудобство, которое доставило жителям города нововведение, вполне объяснимо. По словам руководителя управляющей компании ПОК и ТС, Почта России берёт самый высокий процент за свои услуги. Андрей Михайлюк от интервью отказался, но конкретные цифры привёл. Федеральное предприятие берёт 4% от суммы платежей, а банк – один. Так, в прошлом году управляющая компания перевела Почте России 1 миллион рублей. Причём эти затраты полностью лежат на управляющей компании и не включаются в тариф. Так что платить за коммуналку на почте жители 174 домов, которые обслуживает управляющая компания ПОК и ТС, не смогут, кроме 11 домов, где жители квартир получают единую платёжную квитанцию. Получают данную квитанцию порядка 1500 абонентов, то есть это 55 многоквартирных домов, из них 29 – это в городе Наринмарий и 26 домов в посёлке Искателя. Показания приборов учёта, которые они передавали управляющей компании, они туда и передают. То есть та работа, которую выполняет управляющая компания, они этим занимаются. А в части начисления оплаты, мы производим начисления, принимаем денежные средства, распределяем, то есть в течение суток. Сегодня на обслуживание в единый информационно-расчётный центр перешли пять управляющих компаний, электростанция, а с марта присоединится и фонд реформирования ЖКХ. Таким образом, одна квитанция позволит оплатить коммуналку, свет и сделать взнос за капремонт. Удобство для управляющих и ресурсных компаний очевидно. Центр сам собирает платежи и сразу переводит их ресурсникам. К тому же, имея единую квитанцию, житель одновременно оплатит по всем счетам, не допуская задолженности. Для жителей удобство в меньшем количестве квитанции и возможностях оплаты. На почте России, в банке, в расчётном центре, в офисе Ненинской коммунальной компании в посёлке Искателей. Возможно, многоквартирные дома в новом посёлке тоже перейдут на единую платёжную квитанцию. Решение остаётся за управляющей компанией.